Докажем теорему 2, в некотором смысле, обратную теореме 1. Обе они на самом деле, как вот, врачество доказательств не требует, и являются просто следствием того, как устроена картинка, на этой дробе слышусь с теми выпуклые оболочки точек с целыми координатами, расположенных под прямой у равно альфа-икс и над прямой. Ну, давайте почитаем. Если есть дробь вида у разделить на х, где у – целое число, х – натуральное число, обладающее тем свойством, что какую-то другую дробь с непревосходящим х-знаменателем убери, альфа-икс минус у будет не больше, чем альфа-т минус з, причем равенство только в случае, когда х равно дырит и дырит и дырит. То есть дробь у разделить на х дает меньше для всех остальных, берем все точки с абсцессами от генитета х, расстояние от них до прямой у равно альфа-икс будет меньше, чем расстояние от точек с координатами х-знаменателем. Так вот, в таком случае у разделить на х – подходящий дробь. Повторяю, это мгновенное следствие для того, что подходящие дроби от вершин выпуклой оболочки. Но мы же хотим неравенство описать, смотреть, как можно очевидную геометрию записать при помощи неравенства. Давайте это сделаем. Рассмотрим случай. Если дробь у разделить на х меньше, чем а нулевое. То есть у нас есть число альфа, есть его нулевая подходящая дробь а нулевое, есть первая по 11-другой 1. И вот есть числа все, что справа, все, что слева, и какие-то между ними. Давайте разбирать этот случай. Если у разделить на х меньше, чем а нулевое. Тогда очевидно, что расстояние от альфа до а нулевого будет меньше, чем расстояние от альфа до у разделить на х. Ну, а здесь одну х выносим, получается альфа и х минус у делить на х. Что, конечно, если х натуральное число, он дает нам вот такое мгновенное. Значит, это меньше этого. А здесь множество единицы, а единица меньше и равна х. Все, замечательно. Этот случай разобран. Второй случай в таком же стиле. Если у разделить на х больше, чем при первой делить на глуперой, то есть для лица этой стороны, то расстояние от альфа до этой дроби больше, чем расстояние между по 1 разделить на х1 и у разделить на х. А это не меньше, чем единица, деленная на х х1. Просто потому, что когда вы приведете к общему номинату, вычислитель будет не меньше, чем 1. Поэтому, когда вы на х умножаете, получается альфа и х минус у больше, чем единица, деленная на х1. Ну, смотрите, когда вы читаете из альфа, а нулевое, то получается такое, что вы единица, деленная на а1, плюс 1, деленная на а2, плюс и так далее. Это, конечно, не больше, чем единица, деленная на а1, а это и есть а1, это и есть единица, деленная на х1. Ну и чуть более длинное разбирательство. В случае, когда дробь расположена между двумя подходящими трагами одной черности. Я напомню, что у нас с черными номерами постепенно увеличиваются, движутся к числу альфа слева, с нечетными, наоборот, уменьшаются, движутся к альфа справа. И, значит, если число расположено между нулевой и первой, то обязательно оно расположено где-то на таком отрезке. Смотрим неравенство. Если у нас дробь расположена между этими числами, то уверены два неравенства. Ну, первое просто очевидно, потому что приводит к общему знаменателю и в числителе не меньше, чем единица, потому что целое число. Второе, потому что когда у вас точка Мишит между вот этими, то ведь когда вы движетесь к минус первой, к плюс первой, то вы проходите через альфа в какой-то момент, и тут где-то будет пкатье делить на кук roku. То есть расстояние вот между этой точкой и ик retiring на X меньше, чем расстояние между этой дорогой и пкатье делить на кук quickest. А это, я уже знаю, это такое важнейшее растужество Дальше не уместилось, поэтому сначала я переписал вот эти файмеры, видите, вот это, вот здесь написано, и вот это, вот здесь написано. Смотрим сюда-сюда, ку-1 убираем, получается, что х больше, чем ку-1. Отлично. Теперь осталось всего ничего. Если вы смотрите на разность между α и у разделить на х, то, я уже говорил, что при движении вы, как у меня, проходите через число α, поэтому выполнено такое неравенство, просто есть геологическое расположение точек. А это у нас не меньше, потому что приводится к общему деминату. Так получается. Значит, если умножить на х, получаем α и у, больше или равно, чем одна у ку-1. Хорошо. Ну и поскольку α расположено между катой и ку-1, подходящими драгами, то выполнено такое неравенство. Умножаем на х, получаем, что здесь не больше, чем одна ку-1. То есть здесь не больше, чем единица, деленная на ку-2, как успех. Вот. Но это одно и то же число. Значит, у нас вот эта величина не больше вот этой. Вспоминаем условие теоремы. Вспоминаем условие теоремы. α-x-y должно быть не больше, чем α-t, если t не больше, чем. Ку-2 меньше, чем x. Поэтому α-x-y должно быть меньше этой величины. Оно у нас не меньше. Вот. Я выписал все эти неравенства. Конечно, георитическая картинка намного понятнее. Но, с другой стороны, и неравенствами мы тоже смогли это сделать. Теорему 1 довольно нетрудно вывести из теоремы 2. Алгебраически, без всяких геометрических картинок. Вот представьте себе, что мы уже знаем теорему 2. Докажем теорему 1. Даже, давайте даже так, вот здесь вот написано меньше, чем qn. А интересно, можно ли как-то поточнее сформулировать, учитывая и qn? Да, можно. Теорема фактически то же самое, что теорема 1, но с учетом. Если x и y целые числа, причем x это натуральное число единицы до qn, то альфа x минус y больше или равно, чем альфа умножить на qn минус b. Равенство возможно только если просто одно и то же. То есть, x это pn, y это pn. Или, такой чуть более экзотический случай, когда альфа это полуцелое число, некоторое целое число, а нулевое плюс одно второе. x это единица, а y это а нулевое плюс единица. Ну и разумеется, n равно нулю. А нулевое плюс одно второе минус а нулевое, это то же самое, что а нулевое плюс одно второе минус а нулевое плюс один. Я хочу сейчас выводить эту теорему из теоремы 2. То есть, мы считаем, что если есть в таком смысле наилучшее приближение, то это обязательно подходящая тропа. Рассмотрим минимальное значение, которое может принимать выражение альфа x минус y, когда x пробегает числа от единицы до qn, а y любое целое число. Ну, потому что нам нужно доказать, что это минимальное значение не меньше, чем альфа vn минус vn. Поскольку слишком большие и слишком маленькие, у нас фактически конечное число вариантов, то минимум конечное существует. И давайте сначала заберем такой случай. Пусть он достигается для некоторых x даже не один раз, а два раза. Вот представьте себе, что в точке с координатами x, y, 1 и в точке с координатами x, y, 2. Это будет одно и то же. Ну, это может быть в одном единственном случае, если разность y равна единице. И вот это вот отрезок длины 1, а это соответственно отрезки длины 1, 2. Ну, тогда верно вот такое равенство. Эти величины должны отличаться по знаку. Значит, число альфа вот такое. Давайте поймем, почему эта дробь несократимая. Ну, на двойку сократиться не может, потому что y отличается на единицу, значит их сумма нечетная. Если бы сократилось более, чем на двойку, ну, то есть вот некое число d, которое больше, чем 2, то тогда, смотрите, что было бы. Альфа t минус z, это было бы 0. Вот если после сокращения 2i превратилось в какой-то там t, а сумма y превратилась в какой-то там z. И это противоречило бы, потому что у нас t меньше, чем x, а минимум равнялся 1, 2. А здесь почему-то этот самый минимум равняется 0. Значит, несократимо. Значит, альфа – это рациональное число, у которого числитель в несократимом виде – это сумма y. Знаменатель – это 2x. Значит, если мы разлагаем альф в цепную дробь, то для какого-то там номера е у нас будет так. y1 плюс y2 – это qm, 2x – это qm. Посмотрим предыдущую подходящую группу. qm минус первая альфа минус qm минус первая. Записываем разность этой единицы, делённые на qm. qm – это 2x. 1 разделить на 2x не больше, чем 1 вторая. Значит, у нас есть такое неравенство. Но это уже, конечно, настораживает, потому что qm минус первая, судя по всему, маленькое число. Давайте это строго докажем. Значит, 2x – это qm. По формуле для цепной дроби у нас вот так. Обратите внимание, альфа – это элемент цепной дроби. Но это последний элемент национального числа. Последний элемент не бывает районной единицы. Потому что, когда вы выписываете что-нибудь такое, 1 разделить на 2 плюс 1 первое, то нельзя, чтобы так заканчивалось, написали не 2 плюс 1 первое, а 3. Не бывает последний элемент районной единицы. Значит, здесь, по крайней мере, двойка. Ну, теперь смотрим. 2x больше или равно 2, кое минус первое, плюс кое минус второе. Если x строго больше, то смотрим сюда и обнаруживаем, что у нас все плохо. Противоречие. Потому что здесь кое минус первое альфа, кое минус первое меньше, чем x. Здесь у нас одна вторая, то самое альфа – минус y1. И, значит, мы неправильно взяли как минимум. У нас минимум был равен вот одной второй, а на самом деле есть уражение меньше. Хорошо. Значит, здесь строгое равенство. А что здесь строгое равенство? Значит, никакого кое минус второго у нас не было. Проще говоря, m равно единице. Соответственно, соответствует тому, что, значит, a1 равняется двойке, то есть а первое равняется двойке. Это и есть умница d2. Это и есть умница d2. Казалось бы, мы забрали довольно странный случай, что вот в минимум достигся два раза. Но если он достигся ровно альцинграсса, и не такая ситуация, а просто в нервной то, что достигается этот самый минимум, давайте вспомним теорию флаг. Тогда найденная нами точка x, y – это будет вот та самая точка. Мы нашли минимум. Значит, оно удовлетворяет вот этому условию. И значит, y разделить на x – это должна быть подходящая точка. А теперь вспоминаем проблем, теорию, которую мы сейчас доказываем. Значит, смотрите, мы уже знаем, что имеем дело с подходящей точкой. Значит, y разделить на x – это не просто что-то, а это подходящая точка. И нас интересует вот такое неравенство. Но подходящей точкой мы все знаем. Мы знаем, что вот эта величина, если берете альфа QKT минус PKT, то вот эта величина, то вот эта величина убывает при возрастании числа K. Давайте я на всякий случай напомню, как это доказывается. Если у нас есть альфа QKT минус PKT, и у нас есть вот такая величина альфа QKT минус PKT. Докажем, что KT, подходящая дробь, дает больше, чем единицу делить на QKT, а QKT не больше. Но это известное свойство. И в виде неравенств это очень легко написать. Смотрите. Альфа минус PK делить на QKT, это больше или равно, чем разность K2 и KT и дроби. Впрочем, вы спросите, а если вообще никакой K2 и дроби нет? То есть, если альфа – рациональное число, ну, такое возможно, в принципе. Тогда у нас просто-напросто здесь будет ноль, а здесь будет не ноль. А ноль всегда меньше, чем не ноль. Так вот, в нормальном случае есть вторая подходящая дробь. Смотрим эту разность, вспоминаем, что вот это вот, это есть плюс-минус АК плюс второе. И, значит, умножая на QKT, получаем, что альфа QKT минус PKT, вот здесь вот оно исчезает, QKT, больше или равно, чем делим числительные на QKT, деленное на QKT плюс QKT делить на Q. Число А не меньше единицы. Ну, в общем, заметьте, пожалуйста, я здесь написал больше или равно, подразумеваю, что вдруг случайно альфа просто равно этому числу. Но если равно, тогда последний элемент не имеет права быть единицей. В разложении рационального числа последний элемент обязательно больше единицы. И тогда здесь неравенство будет строгое. Поэтому вот или здесь, или здесь строгое, и, значит, я доказал вот это вот неравенство в целом смысле. Сверху, пожалуй, еще проще. Если нас интересует разность вот такая, альфа QK плюс один минус PK плюс первая, выносим QK плюс первая, получается разность, и говорим, что она не больше, чем расстояние между K плюс второй и K плюс первой, потому что это дроби, между которыми заключено число альфа. А здесь у нас есть форму. Это просто единица, деленная на QK плюс второе. Вспоминаем, что такое QK плюс второе. Это АК плюс второе умножить на QK плюс первое, плюс QK. Поэтому, конечно, если мы просто забудем про это А, то получаем оценку. Вот и все. Получилось, что действительно каждая, без всякой геометрии, геометически совсем очевидно, а вот так вот без геометрии, получилось, что действительно каждая следующая подходящая дробь даст меньшую величину, и теорема один штрик доказана. Геометрия Продолжение следует...